Мороз крепчает. Особенно актуальной в этот период становится безаварийная работа котельных и тепловых сетей. Руководитель района Алексей Валов поручил проверить тепловырабатывающие объекты во всех поселениях на предметы их исправности и способности работать в период понижения температуры. И сам проверил, как выполняется указание. В ходе инспекционного объезда посетил объекты разной формы собственности, в частности автоматизированные котельные компании Теплосеть Инвест в гостином переулке и на улице Строителей в Щелкове. В рамках нормативных параметров функционирует и станция акционерного общества «ГТ-Энерго» в районе железнодорожной платформы «Воронок», которая вырабатывает электроэнергию и тепло для центральной части города. Везде мы увидели и специалистов, и контроль параметров везде идет, соответственно, с изменением температуры окружающей среды. Видим, что запас по мощности, по теплу есть. Электроэнергия поступает устойчиво на эти котельные, на все сальные объекты предусмотрена закольцовка и второй вход. Поэтому такое положительное заключение от этой поездки. На данный момент минимальное количество обращений граждан на недостаток тепловой энергии. В частном порядке обращение из-за завоздушивания внутренней домовой системы, что один стояк либо батарея плохо работает. Но управляющая организация сразу передается это обращение, а они перепускают. Также Алексей Валов посетил водозаборный узел номер 3 и станцию обезжелезивания межрайонного Щелковского водоканала в микрорайоне Дальний Воронок. ВЗУ обслуживает 398 многоквартирных домов и 5 соцобъектов. На станции произошла аварийная ситуация, засорились фильтры. В результате потребители получают некачественную холодную воду. Наполнитель для фильтров, кварцевый песок, должен меняться раз в два года, а этого не делалось в несколько раз дольше. По словам Аркадия Собенникова, социальные объекты, школы, детсады и медучреждения водоканал обеспечивает чистой водой. Новый гранулят на ВЗУ также уже завозится. Принято решение остановить, поменять наполнитель и потом месяц, а через два пойдет уже чистая вода. Ну сейчас вода пойдет с резервуара напрямую со скважины. Надо было все-таки установленные сроки проводить все эти работы, а не таким авральным порядком, да еще перед Новым годом. Поэтому я извиняюсь перед жителями, что так произошло, но тем не менее, я еще раз говорю, ресурс будет поставлен, в том числе и на Новый год. А после Нового года закончим работу, которую мы сейчас производим, и качество ресурса очень повысится, значительно повысится. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Сейчас будет.